Понимают, что надо как-то заниматься сапой? Ну вообще-то сейчас пока нас мало, у меня из ребят всего лишь 8 человек, молодых ребят. А так у нас вот 25 ноября прошла пробежка в городе Щелково. И сейчас намереваемся сделать еще одну пробежку в январе месяце. Также бегаем, играем в казацкие игры, в казачьи, ну и там наши русские старые игры, там снежки. А вот этот вот парень, которого порезали 17-го числа, да? 14-го числа. Он в вашей организации был, да? Он председатель исполкома. Это Сергей Сиротин, да? Да. Это он председатель исполкома общины? Да. И он еще занимается пробежками, да, насколько? Да. Он их организовывает? Мы вместе с ним их организовываем в последнее время. А вот Степкин, он какое-нибудь отношение имеет к русским пробежкам? К русским? Ну, вообще-то Степкин организовал эти русские пробежки. В Щелково, да? Нет, ну, мы тещи королев Щелково. То есть он начал это движение, да? Да. А к общине он какое-нибудь отношение имеет? Алексей Степкин? Нет. И вот сейчас к пробежкам, которые в Щелково проходят, он имеет отношение? Нет. Скажите, а вот тот конфликт, который у него был, он же был все-таки в Щелково, не мог как-то продолжиться этот конфликт или отразиться на ваших ребятах, вот на вашей команде, тот конфликт, который у него произошел из-за девочки в школе? Нет. Нет, да? Вы тут не видите этой связи, этих королев? Нет, нет. Тут связи нет с этим. Понятно. Так, и вернемся к 14-му. Значит, вот, 14-му, в принципе-то, Евгений нам рассказал, давал интервью, и потом показали. Ну вот, это они сами были участниками вот этой истории, этого конфликта, как бы на себе все это перенесли. Вы со стороны ждали, волновались, на вас выходили родители, вы звонили, уточняли, там связывались с милицией, с адвокатами. Вот ваша оценка этой ситуации, как вы это все пережили? Ну, когда я об этом узнала, я сразу, конечно, сообщила нашим старшим, а сразу, когда Сергея посадили... Вы знаете, старшим, это кому? Старший, это кто у вас старший? Крибов Виктор Егорович, председатель общины, самый главный наш. И Герасимов Сергея Петрович, это, как бы, наш региональный. Общины, а тогда пройдите уже сразу формальности и ваш статус в общине. Председатель общины. Председатель общины, да. Общины замечательные. Так, а тогда Кривов председатель тоже общины. Он в Москве. Ага. Понятно. Подчинение московское, то есть, все, как у всех. Вертикаль. Понятно. Вы им сообщили, что они вам посоветовали? Ну, что посоветовали? Поддержаться, поддержать ребят, ну и помочь. Чем сможем. Даже это мои ребята. И не только, которые состоят в общине. Не только, которые состоят в общине, но и весь русский народ. Я за них сейчас по Щелково-Щелковскому району несу ответственность очень большую. Вам угрожали как-то из милиции, что вот ваша община вовлекла ребят, не тому учите? Мне пока угроз не было, лично. Лично мне пока угроз не было. Но уже когда допрашивали Стаса, 15-летнего, без родителей, угрожая ему, ему было сказано, что якобы эта община, это наша преступная группировка. Так, а вот сейчас на каком этапе все эти дела? То есть ребятам предъявлены обвинения, или они как свидетели идут, или как пострадавшие? Значит, Сергей Сиротин идет как пострадавший. А Евгений его брат? Значит, с Евгением тут вообще непонятно, что происходит. Ему дали неправильное направление судебно-медицинскую экспертизу. Ага. Я разговаривала со следователем. Значит, следователь мне что сказала? Значит, Сергей Сиротин идет у нее как потерпевшая. Женю она вызовет, потому что на Женю было второе потом нападение около больницы. Когда он вышел из больницы, до больницы, до скорой его продержали в УАЗике более часу, если не больше, пока ждали скорую помощь. Потому что его кинули под колеса этого УАЗика. Вот. А когда он выходил из самой больницы, у нас и свидетели насчет этого есть, там стояло, ждало их две группы. 10 человек русских и 8 человек кавказской национальности. И там уже охранники вызвали полицию. Это на улице стали. Охранники чего? Охранники городской Щелковской больницы номер 2. Угу. Охранники больницы. А вы не можете назвать следователь ее должность, фамилию, имя, отчество? Я знаю, что следователя зовут Юля. Фамилия я ее не знаю. С ней встречался вчера наш адвокат. Угу. Вот. Показания только на данный момент Сергея и еще трех человек. А вот эти остальные трое, а они как кто проходит, как свидетели? Он нам толком ничего не объяснил. Он приедет сюда в понедельник, и уже будет точно все известно. То есть, пока непонятно, кто пострадавший, кто обвиняемый, кто свидетель. То есть, или есть... Была проверка, значит, конечно, эти кавказские национальности говорят, что якобы наших 15 мальчиков напали на двух кавказцев, хотя это неправда. Потому что сами сотрудники милиции возили этих кавказцев на судебную экспертизу, и потом же они смеялись в лицо маме Сергея Сиротина и Евгении Сиротину. А вот обвиняемый и само название вот этого дела, оно как звучит? То есть, не знаете? Нет, я не знаю. Кто-то есть обвиняемый-то в данном случае. Если у нас Сергей пострадавший с Евгением непонятно как. И, по-моему, еще... Дима был избит сильно голову. Дима идет свидетелем. Но он отказался давать показания без адвоката. Угу. У Димы есть освидетельствование, что он был избит? Да, у него... Он прошел, но требует на повторном освидетельствование по заявлению. То есть, он первый... Он сам сделал... У него есть документы, справки, да, что он избит там, что ли? Да, справки нет. Да, это все есть. У него и снимки, и карты. А кто требует по заявлению? Это кто? Милиция требует, да? МИД требует, написал, уже подал заявление. Угу. И требует освидетельствование. А зачем ему это второй раз нужно? Это что, КАН? Ну, это как бы положено по заявлению. А. Понятно.